Друзья, всем привет! Сейчас в связи с тем, что многие обзаводятся фрезерными или лазерными станками с ЧПУ, или, например, хорошими 3D принтерами, в комментариях я часто встречаю вопросы по поводу электропитания. Естественно, у каждого станка есть свой встроенный блок питания, но чаще всего производитель требует применения стабилизаторов. Особо актуально это в сельской местности, или, например, как в моем случае, в частном секторе, где довольно слабая электросеть. Стоит соседу включить электросварку, и у меня дома начинается светомузыка, поэтому, естественно, требования о покупке стабилизатора я игнорировать не стал. На вопрос, какой стабилизатор стоит у меня, я всех отсылаю к обзору этого станка. Но неизбежно получаю встречный вопрос, а почему именно он, и почему именно такой? Естественно, перед покупкой я посоветовался с друзьями, порыл литературу и интернет, и почитал отзывы, и, естественно, прислушался к рекомендациям фирмы, которой я приобретал этот станок. Наилучший вариант для фрезерных станков с ЧПУ – это обычные релейные стабилизаторы. Как поется в известной песне, эта музыка будет вечной, поэтому давайте сегодня немножко разберемся, какие бывают стабилизаторы, чем они отличаются, где применяются, и, в конце концов, как рассчитать мощность стабилизатора для бытовой техники, или, например, станка с ЧПУ. Итак, давайте на конкретном примере рассмотрим, как правильно выбрать мощность стабилизатора для станка с ЧПУ. Самая важная и самая прожорливая деталь – это, естественно, шпиндель. У меня его мощность 2,2 кВт. В обычной работе под небольшой нагрузкой он потребляет, естественно, гораздо меньше, но если его хорошенько нагрузить, свои 2,2 кВт он сожрет и мур не скажет. Теперь заглядываем внутрь шкафа. И самое главное, что мы видим – это основной блок питания на 48 В. На нем русским, а точнее китайским по белому, написано «мощность 800 Вт». Этой мощности хватает на питание всей электроники с небольшим запасом. Но еще один малюсенький блок для питания комплекта рич-авто вместе с DSP-контроллером, он практически ничего не потребляет. Итак, 2,2 кВт плюс 0,8 – это максимальная мощность, которую может съесть станок в самых неблагоприятных условиях, то есть под максимальной нагрузкой. Для нормальной работы любого устройства требуется запас по мощности. Расчет производится от пиковой нагрузки. Обычно запас принимают равным 20-25%, то есть для этого станка вполне хватит 4-киловаттного стабилизатора. Но у меня, как видите, по-прежнему стоит 10-киловаттный стабилизатор. По разумной цене были где-то в пределах до 2,5 кВт максимума, то есть этой мощности было мало. И мне пришлось купить десятку. Она была в наличии, стоила, по-моему, 9,5 тысяч. Наладчик, когда приехал, поулыбался и сказал, что у меня не все дома. Ну, просто пришлось ему объяснить, что либо совсем слабые, либо совсем мощные. А вот промежуточных на тот момент не было. Я не стал паниковать, и в принципе решение есть очень простое. Можно от 10-киловаттника запитать весь дом, и тогда ни на какую технику стабилизаторы больше не потребуются. На момент покупки, это октябрь 2019 года, станок с заменой шпинделя с 1,5 кВт на 2,2, с DSP-контроллером, с чиллером, ну и, естественно, с пусконаладочными работами, обошелся мне в 321 тысячу рублей. Думаю, для многих это будет самым весомым аргументом, в пользу покупки стабилизатора, стоимость которого просто меркнет на фоне стоимости станка. Ну, а по нынешним временам, спустя 4,5 года, стоимость станка, естественно, еще подросла. А вот еще один частный случай. Это ЧПУ-станок моей жены. Вышивальная машинка. И вы не поверите, вот эта малютка по стоимости превосходит мой фрезерный. Машинка тоже, естественно, включена через стабилизатор уже много лет, но к нему есть некоторые претензии. Во-первых, он релейный, щелкает, и на ночь его приходится выключать. Но основная сложность в другом. Он недостаточно хорошо фильтрует импульсные помехи. Выражаются они в том, что в программе может произойти сбой и смещение рисунка. Моя жена ведет свой видеоблог и снимает мастер-классы. Благодаря этому такой момент и попал на видео. Как обычно, произошло два сбоя. В результате вышивка сместилась где-то на сантиметр. И вверху, соответственно, стыковка не произошла. С изнаночной стороны все видно гораздо лучше. Что можно сказать по этому поводу? То только отпарывать и делать все заново. Наилучший вариант для фрезерных станков с ЧПУ – это обычные релейные стабилизаторы. Чуть позже я коротенько расскажу об их схемотехнике и особенностях. Стабилизатор у меня стоит с момента запуска станка, работает верой и правдой, и к нему нет ни единой претензии. Для вышивальной машинки нужен новый стабилизатор, и, естественно, он должен быть инверторным. Я снова погрузился в изучение рынка и снова пришел к стабилизаторам Руселф. Во-первых, это российский бренд, который производится на ТК Профэнерджи в городе Коломна. Производство было запущено 15 лет назад, и стабилизаторы себя хорошо зарекомендовали. Стабилизаторы Руселф в большом ассортименте представлены на Яндекс.Маркете. Особой популярностью пользуются стабилизаторы серии «Котел». Газовые котлы – это отдельная тема, и без стабилизаторов их вообще нельзя включать. Причем это первое, на что смотрят газовики в случае поломки котла. Так что стабилизатор фактически обеспечивает вашу гарантию. Ну а мой выбор – полноинверторный стабилизатор нового поколения ИС-600. Он отлично подходит для оборудования, которому критично чистая синусоида. На рынке они появились не так давно, но уже хорошо себя зарекомендовали. По соотношению цены и качества стабилизаторы Руселф уверенно конкурируют с другими производителями, а по некоторым пунктам и превосходят их. Итак, вот тот самый инверторный стабилизатор, который я буду ставить вместо релейного. Руселф ИС-600. Давайте сначала коротко с ним ознакомимся. Полная мощность 600 ВА. Максимальная активная мощность – 480 Вт. Максимальный выходной ток – 3 А. Точность стабилизации – 2%. Диапазон стабилизации – от 110 до 290 В. А свою роботоспособность стабилизатор сохраняет в диапазоне от 90 до 310 В. Для подписчиков моего канала на стабилизаторы Руселф на Яндекс.Маркете действует скидка в 6% по промокоду HARTWOOD. Ссылку и промокод вы найдете в описании к видео. Пожалуй, самые главные особенности инверторных стабилизаторов, и в частности модели ИС-600 – это идеальный синус на выходе и нулевое время срабатывания. Это стабилизатор двойного преобразования, и электроника в нем работает непрерывно, то есть там внутри ничего не переключается. Сейчас для общего понимания скажу, что инверторный стабилизатор – это преобразователь, в котором сначала из переменки делается постоянное напряжение, а потом наоборот – из постоянного переменная. В реальности все чуть-чуть сложнее, но мы оставим это на закуску. Выходная синусоида формируется самим стабилизатором, а не зависит от входной синусоиды, например, обычного трансформатора напряжения. Ну а все импульсные помехи и искажения входной синусоиды стабилизатор забывает ровно на стадии преобразования в постоянное напряжение. Почему так происходит? Да все очень просто. Нам совершенно не важно, из какого переменного сигнала мы будем получать постоянное напряжение, потому что и синусоиды – это переменка, и искажение синусоиды – это тоже переменка. В итоге мы получаем отличное схемное решение, отличную надежность, чистое напряжение и безопасную работу наших бытовых приборов. Но, к сожалению, в сравнении с релейными стабилизаторами мы проигрываем в цене. Тут уж, как говорится, за качество приходится платить. Одно из неявных преимуществ – это отсутствие вентилятора. Стабилизатор имеет пассивное охлаждение, поэтому, естественно, он бесшумный. Значок Eco Mode Allure оставим на совести производителя или маркетологов. Просто будем считать, что во время эксплуатации алюминий не выделяет никаких вредных веществ, что, в принципе, естественно, и это мы знаем из школьного курса химии. Думаю, гораздо важнее многоуровневая система защиты Руселф 5.2. Здесь предусмотрена защита от повышенного и пониженного входного напряжения, а также повышенного и пониженного выходного напряжения. Также есть защита от короткого замыкания, от перегрузки, термозащита и защита от молний. Ну а встроенный чип электроники производит самодиагностику всех узлов и только после этого включает стабилизатор в работу. Еще один важный параметр, на который, к сожалению, не все смотрят – это КПДК – Центр полезного действия. И для модели ES600 он составляет 97%. То есть на потери остается всего 3%. 3% – это то количество мощности, которое теряется внутри самого стабилизатора. Собственная потребляемая мощность – это не что иное, как выделяемое тепло. Если взять 480 Вт выходной мощности, умножить на 3%, мы получаем всего 14,5 Вт. Если цифра вам ни о чем не говорит, то вот именно такую мощность потребляет лампочка освещения внутри холодильника. Чтобы рассеять такую мизерную мощность, не нужны мощные радиаторы и система охлаждения с вентиляторами. Вот именно это позволило сделать стабилизатор полностью бесшумным. Ну и еще, пожалуй, из дополнительных характеристик – это степень защиты IP20, то есть в воду не окунать, кирпичи на него не бросать. Диапазон рабочих температур от плюс 5 до плюс 40, относительная влажность до 80%, срок службы – 10 лет. Гарантия – 24 месяца. Также написаны габаритные размеры и вес – не более 2 кг. Ну а теперь заглянем внутрь. Основные сферы применения инверторных стабилизаторов – это отопительное оборудование, насосное, но, естественно, не то, которое просто представляет из себя моторчик, а насосы, которые управляются специальными цифровыми контроллерами. Также будет полезно запитать осветительное оборудование, чтобы у вас не моргали лампочки, когда сосед варит. Ну и, естественно, оргтехника и бытовая техника по умолчанию. Итак, заглянем внутрь. Сверху находится гарантийный талон, инструкция по эксплуатации с основными характеристиками, также здесь показаны графики и вот та самая схемка, о которой я вам рассказывал. Сначала преобразование из переменки в постоянку, а потом обратное преобразование и фильтрация. И еще одна очень полезная бумажка, которая позволит вам без труда подвесить стабилизатор на стену. Она в точности повторяет его габариты и здесь есть разметка отверстий. Просто приложив этот лист к стене, вы сможете разметить отверстие и подвесить стабилизатор именно там, где нужно. Ну и, конечно же, сам стабилизатор. С одной стороны гарантийная пломба, с другой – выключатель. Индикация здесь самая простая, без премудростей. Мне, например, не нужны цифры. Мне достаточно знать, что напряжение находится в пределах нормы. Ну, а если что-то не так, мне достаточно знать, по какой причине. Может быть, это перегрев или перегрузка, а также завышение или занижение напряжения сверх лимитов. Входящие и выходящие провода находятся с нижней стороны, поэтому они будут свободно висеть и не будут переламываться. Вполне логично, что вентиляционное отверстие находится снизу и сверху. Узкий вертикальный корпус будет способствовать лучшей вентиляции. Ну, а под верхними отверстиями мы видим тот самый экологически безопасный алюминиевый радиатор. За исключением радиодеталей, внутри корпуса нет никаких пластиковых деталей. А это еще плюс один к безопасности. С нижней стороны плата полностью загерметизирована чем-то типа лака или силикона. Корпус сделан из миллиметровой стали и хорошо покрашен. Порошковая покраска корпуса также пожаробезопасна и устойчива к механическим воздействиям. Ну, еще я чуть не забыл одну полезную мелочь. В комплекте есть крепеж для подвешивания стабилизатора на стену. Бесшумный стабилизатор – это хорошо. Если я забуду его выключить, ночью он не будет клацать и мешать спать. Ну что, самое время его подвесить, после чего мы снова вернемся к стабилизаторам и их особенностям. Нет, этот не щелкает. Да, тем бы хорош. Все, можно пользоваться. Инверторные стабилизаторы, конечно, дороже, чем релейные, но при этом они более компактны, более экономичны и обладают лучшими характеристиками. Это раньше у нас была дубовая бытовая техника, ламповые телевизоры, стиральные машины с пусковым реле или, например, холодильники, в которых есть только компрессор. Сейчас же техника стала умнее и более требовательна к питающей сети. Даже современный холодильник или стиралка буквально набиты радиодеталями, не говоря уже о компьютерной и радиоэлектронной технике. В целом стабилизаторы можно разделить на три основные категории. Первая – это релейные, грубо говоря, те, которые щелкают. Вторая группа – инверторные, это те, которые витком набиты электроникой. Ну и третья группа – это некий промежуточный вариант, назовем их гибридными. В них также используется трансформатор, который дополнен семисторным стабилизатором. Основным элементом релейного стабилизатора является автотрансформатор. В нем одна единственная обмотка, которая является и первичной, и вторичной одновременно, но с разным количеством витков. Также в нем есть вольтодобавочные обмотки. За уровнем напряжения следят пороговые элементы, построенные на дифференциальных усилителях. После обычно ставят электронные ключи, которые управляют работой реле. Реле, в свою очередь, включает или отключает вольтодобавочные обмотки. Вся суть стабилизации сводится к тому, что весь уровень напряжения вместе с его помехами и искажениями при достижении какого-то верхнего порога опускается ниже. Или наоборот, когда происходит занижение напряжения, включается вольтодобавочная обмотка, и весь уровень напряжения и помех тоже поднимается. Хотя трансформатору надо отдать должное. Из-за большой индуктивности он сам является неплохим фильтром. Он в какой-то степени режет высокочастотные составляющие и импульсные помехи, но, естественно, не полностью. Инверторные стабилизаторы имеют совершенно другую схемотехнику и принцип действия. Сначала входное напряжение фильтруется для получения более чистой синусоиды и исключения импульсных помех. После это напряжение выпрямляется, то есть без переменки получаем постоянку. Постоянное напряжение нужно накопить для того, чтобы обеспечить хорошую стабилизацию, и здесь используются конденсаторы большой емкости. После постоянное напряжение вновь преобразуется в переменное с частотой 50 Гц и напряжением 230 В. На самом деле схемотехника инверторных стабилизаторов еще более сложна, и в ней присутствует высокочастотный генератор, который работает на частоте примерно 40 кГц. В этой схеме присутствует импульсный трансформатор, который является гальванической развязкой. Также осуществляется обратная связь через оптопару, то есть входная и выходная часть схемы разделены между собой. Импульсные трансформаторы работают на высокой частоте, поэтому при очень небольших габаритах они могут трансформировать большую мощность. Вот как раз это высокочастотное напряжение и выпрямляется, а потом вновь преобразуется в переменное напряжение 230 В 50 Гц. Здесь можно провести аналогию с источниками бесперебойного питания. Они имеют такую же точность схемотехнику, но вместо накопителя конденсатора там используется подключаемый или отключаемый аккумулятор. И еще одна аналогия – это компьютерный блок питания. Только в нем нет выходного каскада, который делает переменное напряжение, а вместо этого используются стабилизаторы на 3, 3, 5 и 12 В. И вот сейчас самое время затронуть гибридные стабилизаторы. Многие нечистые на руку товарищи, которые нам совсем не товарищи, под видом инверторных стабилизаторов подсовывают нам вот эти самые гибридные. Внутри находится трансформатор или автотрансформатор и плюс еще какой-то кусок стабилизатора на семисторах. В целом, да, это нормальное техническое решение, но только когда его не выдают за инверторную схему. Из-за наличия трансформатора, работающего на 50 Гц, эти стабилизаторы, как правило, крупные и тяжелые. Самому трансформатору нужно отдать должное. Как я говорил ранее, он хорошо фильтрует импульсные помехи и какие-то резкие всплески за счет высокой индуктивности. Однако, сама схема стабилизации, которая, кстати, может вообще исключить применение реле, не дает на выходе синусоиды, потому что это широтно-импульсная модуляция. Принцип действия этих стабилизаторов в том, что напряжение сразу искусственно завышается, а дальше снижается за счет стабилизации семисторами. Но, к сожалению, на выходе получается 230 вольт, 50 Гц, но, увы, синусоидой там и не пахнет. В зависимости от того, сколько недостающих или излишних вольт нужно скомпенсировать или стабилизировать, меняется и форма сигнала. Как видите, тема оказалась не настолько сложная, и даже обладая его такими базовыми знаниями, вы выберете тот стабилизатор, который подходит вам наилучшим образом. Если информация была полезна, ставим пальчик вверх, если бесполезно, пальчик вниз. Ну и, естественно, делимся этим видео с друзьями и подписываемся на канал, кто этого еще не сделал. На этом у меня все. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok